Добрый вечер. Это новости в студии Анны Москаленко. Смотрите в этом выпуске. Губернатор Виктор Томенко договорился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о строительстве трех крупных медучреждений в Алтайском крае. Далее подробности. Губернатор Виктор Томенко Губернатор Виктор Томенко договорился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о строительстве трех крупных медучреждений в Алтайском крае. Подробности в сюжете. Губернатор Виктор Томенко Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования – это единственное за Уралом подобное медицинское учреждение. За 11 лет работы здесь прошли лечение около 80 тысяч жителей 58 регионов страны. В первую очередь Алтайского края. В год здесь проводят около 9 тысяч высокотехнологичных операций. У нас сегодня 7 операционных. Операционное среднее время нахождения в операционном блоке пациента у нас на сегодняшний день – это 58 минут. Следующее между операциями – 12 минут. Работа оперблока, конечно, она очень интенсивная. Губернатор Виктор Томенко обсудил с министром необходимость строительства нового корпуса больницы скорой медицинской помощи, завершение реконструкции туберкулезного диспансера в Новоалтайске и строительства нового корпуса онкодиспансера. У нас есть несколько инициатив и предложений. Мы их уже начали обсуждать, в частности, в краевой больнице скорой помощи. Есть необходимость строительства нового корпуса. Ну и договорились, как мы будем действовать для того, чтобы этот проект возможен был к реализации. Ну и потребности в строительстве хирургического корпуса нашего онкодиспансера, она тоже есть. Мы предыдущие договоренности выполнили, прошли непростой путь согласования с федеральными научно-исследовательскими центрами проектной документации, уточнили медико-техническое задание. И, в принципе, готовы к тому, чтобы его реализовать, тоже надо будет, исходя из возможностей федеральной инвестиционной программы, софинансирования из краевого бюджета. Виктору Томенко удалось привлечь из федерального бюджета значительные суммы на здравоохранение Алтайского края. Средства направили на строительство и ремонт медучреждений первичного звена. Например, на строительство поликлиники номер 14 в Барнауле, хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства и другие проекты. Сегодня реализуется несколько проектов, в том числе это по модернизации первичного звена, самый такой глобальный большой проект. В этом проекте выделено почти 9 миллиардов финансирования на весь промежуток времени. Плюс информатизация, плюс проекты по борьбе с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ну и ряд других. В том числе инвестиционный проект по помощи детям, строительство хирургического корпуса. Работа идет, но всегда хочется быстрее медикам, поэтому строителей надо подгонять, по нашему пониманию. Михаил Мурашко пообещал включить объекты, чье строительство еще предстоит завершить в соответствующие федеральные инвестиционные программы. И поддержал инициативы губернатора Виктора Томенко по качественной модернизации здравоохранения Алтайского края. Глеб Поленский, новости. Продолжение темы медицины. Московские онкологи посетили Алтайский край, чтобы обменяться опытом с местными врачами. Столичные гости провели образовательные мастер-классы и оценили развитие краевого онкологического диспансера. Операция по удалению опухоли желудка. Заработает высокопрофессиональный тандем медики Алтайского краевого онкодиспансера и Национального медицинского исследовательского центра онкологии. У пациентки преклонного возраста из-за грыжи невозможно отследить прогресс болезни без хирургического вмешательства. Чтобы решить, как поступить в этой ситуации, пришлось собирать консилиум. Мы приняли совместное решение, что мы пойдем на выполнение мини-лабортомии. Оцениваем распространенность заболеваний. И там уже определимся с дальнейшим. Эту операцию, как и ряд других, алтайские и московские специалисты провели во время образовательного марафона. Еще два года назад столичные гости давали рекомендации сотрудникам краевого онкодиспансера по диагностике и лечению больных. Сейчас же они проводят живые мастер-классы, чтобы поделиться опытом с коллегами. Безусловно, врачи учреждения на Тайском крае уже обладают хорошими навыками. Но, тем не менее, ничто не стоит на месте, прогресс идет. И каждый год что-то появляется новое, как в научном мире, так и в хирургической технике, практике. И вот этими знаниями, этими умениями мы будем делиться, обмениваться опытом. Сейчас особенно часто выявляются опухоли прямой и сигмовидной кишки, поэтому особое внимание врачи уделили именно этим заболеваниям. За два дня совместных практикумов специалисты обсудили возможность введения малоинвазивных операций при онкологии желудка и кишечника, поделились новыми технологиями диагностики и практиками лечения. Вот мы буквально сегодня с коллегами обсудили, что это не будет последний мастер-класс. Через определенный период времени, я думаю, что наша администрация решит вопрос о договоренности, чтобы приехали наши коллеги. Врачи краевого онкодиспансера рассчитывают, что на следующей встрече к ним смогут присоединиться коллеги из других больниц региона. В планах вновь провести совместные операции с московскими врачами, но в этот раз запустить онлайн-трансляцию для онкологов из Бийска и Рубцовска. Владимир Токмаков, Алина Борисенко, Антон Еноткин. Новости. Шикарное место, блестящая атмосфера. Так отозвался о Шукшинском фестивале министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он стал одним из гостей события. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил важность фестиваля для региона и сохранения русской культуры. О том, как проходило закрытие на горе Пикет в Сростках, смотрите в нашем сюжете. 12 городов и сел края, 5 дней и больше 60 мероприятий. Столько уместила программа фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в этом году. Да и гостей было рекордно много. Более 70. Продюсеры, режиссеры, писатели, музейные работники и, конечно же, артисты. Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская даже стали ведущими закрытия фестиваля на горе Пикет в Сростках. Посетила родину Василия Макаровича и народная артистка России Ирина Купченко. Сколько народу. Вот я въехала, смотрю это количество автобусов, машин, людей, думаю, вот Василий Макарович дружил в своей деревне. Он же ее и сейчас материально поддерживает. Ну, ваша сказка природы. Вот мы были в Белокурихе. Это же, конечно, Швейцария отдыхает. Красота. Обойти столь яркое событие не смог и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в эти дни был с рабочим визитом в Алтайском крае. Оказалось, что он давно мечтал побывать на родине нашего земляка. Это у меня была давняя мечта со студенческих лет, когда я еще знакомился с творчеством Василия Макаровича «Побывать в Сростках». Сегодня она сбылась. Шикарное место, блестящая совершенно атмосфера, но и люди очень интересные. Я сегодня, кстати, мой любимый рассказ срезал. Я сегодня в практике это почувствовал. Мы подошли сфотографироваться с группой молодых людей. Я представился, говорю, меня зовут Михаил. В ответ молодой человек лет 16 мне сказал, а меня зовут Кирилл Олегович. Я срезал вообще на 100%. Поэтому атмосфера та, что нужно. Великолепная в том числе подготовка. Но мне кажется, это такое место, которое нужно посетить хотя бы раз в жизни. Особое внимание в этом году организаторы в лице правительства Алтайского края уделили 25-му кинофестивалю. Поскольку есть потребность в создании русского, в частности регионального кино, конкурсную программу расширили. Кроме привычных показов полного метра и короткометражных фильмов, состоялись просмотры документального кино. Всего алтайский зритель увидел 42 картины. За дни фестиваля в регионе прошло 127 показов. Их посетили 7 тысяч человек. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул. Наш шукшинский фестиваль имеет большую историю и играет значительную роль в развитии отечественного кинематографа. Мне кажется, что те отзывы, которые мы сегодня получаем, это для нас дополнительный стимул не останавливаться на достигнутом, двигаться, улучшать и программу фестиваля. И придумывать все новое и новое наполнение, оставаясь преданными главной идеей шукшинского кинофестиваля «Нравственность. Есть правда». И главной идеей всего фестиваля «Шукшинские дни» на Алтае – сохранение, память, внимание, привлечение новых, нынешних поколений к творческому наследию нашего великого земляка Василия Макаровича Шукшина. Добавлю, в этом году впервые на фестивале провели деловую программу, где обсудили возможности регионального кино, в частности в нашем регионе. И уже в этом году в Алтайском крае начнутся съемки веб-сериала «Прочуйский тракт». Министерстве культуры края пообещали, что на 26-м кинофестивале картину презентуют зрителям. Алина Пенигина, Сергей Седых, Новости. 25 тысяч человек уже посетили межрегиональную выставку «Сибирь-13». Наработает Титов-Арене в Барнауле последнюю неделю. Напомню, в экспозицию вошли почти полторы тысячи произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Мы попросили зрителей поделиться своими впечатлениями об экспозиции. Очень понравилось. У нас бабушка уже три раза здесь была и нас отправила смотреть. Выставка шикарная, всем очень рекомендуем. Тайские художники порадовали, барнаульцы, очень красиво все. Очень много всяких разных экспонатов, интересных картин, разные работы. Нас очень впечатлило. Выставка интересная, то есть по тематике разнообразная. Замечательно. Рад, что такие выставки проводятся, бесплатные особенно. Что люди могут прийти, ознакомиться, посмотреть, полюбоваться. Мало попасть в ворота, нужно еще талантливо ввести мяч. С появлением нового футбольного поля игроки школы Алексея Смертина смогут научиться делать это в два счета. Сейчас там укладывают новый спортивный газон. Сейчас они играют в юношеской футбольной лиге и требования к стадиону значительно изменились. Теперь он должен соответствовать четвертой категории, а значит, быть значительно больше в размерах и сохранять высокое качество. Если предыдущее поле было 96 на 56 метров, то новое – 100 на 68. За качеством газона следит специальная лаборатория. Приезжает на место, проверяет отскок мяча, проверяет, как он катится и анализирует многие другие показатели. Помимо общей площади, изменилось и само покрытие. Вот первое поле, которое стелили еще в 2005 году, оно более 10 лет, почти 15 прослужило. А второе поле пришло, которое небольшое было, меньше размером, оно 5 лет прослужило. Ну, качество ее, соответственно, было, ну, хотелось быть лучшим. Вот сейчас качество пришло хорошее. Вот длина ворса вот сейчас 5 сантиметров, а было 4. Старое поле, признается директор школы, сильно изнасиловалось. Пошли порывы, начали расходиться швы. Играть на таком опасно, велик риск получить травму. Однако новое поле решает все эти проблемы. На замену спортивного газона выделили 20 миллионов из регионального бюджета. Директор спортивной школы обещает, играть на таком поле не только продуктивно, но и приятно. Оно позволит ребятам забивать голы и участвовать во всероссийских соревнованиях. Столетний дом восстанавливают в Барнауле на улице Анатолия, 162. Это часть всероссийского проекта «Томс Сойерфест». Волонтеры возвращают старинным зданиям их первоначальный облик и таким образом воссоздают историческую среду города. В этом году для реставрации выбрали дом рядом с тем, который отремонтировали в прошлом году. Мы хотим сделать, восстановить фрагмент улицы, чтобы не разрозненные дома по всему городу были, а фрагмент улицы цельный какой-то получился. Мы уже договорились со следующим домом соседями, и у нас в итоге получится так три дома подряд. Это будет более цельно, более интересно с нашей точки зрения. Вековой юбилей отметила жительница Заринска, труженица тыла Антонида Кровякова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Виктор Асгалдян. Антонида Александровна родилась в Ребрихинском районе в семье, где было 9 детей. С 13 лет начала работать почтальоном, а в 16 уже окончила курсы трактористов и трудилась на полях. В 1945 году вышла замуж за участника войны Дмитрия Михайловича. В браке родилось семеро детей. Сегодня у юбилярша 12 внуков, 12 правнуков и 2 праправнука. К этому часу у меня все. Хорошего вам настроения, отличного вечера. Встретимся в 20.30. Вместе подведем итоги этого дня. Не переключайтесь.